Рады положительному дебюту, готовились к этой игре, готовились к выступлению в первом дивизионе. Это очередной у нас тест на проверку своего качества, хотя мы знаем, что у нас есть качественные футболисты, но все-таки это дебют и было такое немножко волнительное состояние, которое улетучилось в первые минуты. Мы поняли, что мы можем конкурировать с этими футболистами, которые играют очень продолжительное время. На этом уровне мы поняли, что можем играть с позиции доминирующей, что и показал весь матч. Охарактеризовать игру можно следующим. Все-таки мы смогли показать, демонстрировать тот футбол, который демонстрировали во второй лиге. То есть игра с позиции силы, контроль мяча, постоянно стремление играть в атакующий футбол. Это нам удалось. Мы смогли создать порядка 13-14 очень неплохих моментов. Из них можно назвать 5-6, близких к 90-100% опасности. Соперник всего 4, нанес 4 удара по воротам и, естественно, пропустили из одной атаки, по сути. Основополагающим успехом стала, конечно, максимальная самодача. Все-таки эмоциональный момент был. Это первая игра. Ребята выложились на 100-150%. Это все-таки трибуны и домашняя игра. И нам повезло, что все-таки воля жребия мы играли дома. Очень, опять же, повторюсь, что для молодой команды очень важен дебют. А родные стены, конечно, помогают. И очень благодарны опытным футболистам, которые у нас влились очень гармонично в наш коллектив. Ребята специально подбирались, которые обладают и педагогическими качествами, потому что все-таки они играют с молодежью. Ну, естественно, были трудности в игре в связках, но это все проблема тренировочного процесса, где будем решать ее очень скоро. Рады еще раз положительному старту. Очень важно нам было сегодня не проиграть. Очень важно было дать задор эмоционально на последующее выступление, заявить о себе. Поэтому мы очень довольны. И довольны тем, что мы показали неплохой футбол. Красивый, качественный, с обилием опасных моментов, выигранных недоборств. Поэтому положительно смотрим в будущее. Конечно, у нас есть в тренерском штабе тренеры, которые участвовали и играли в ФНЛ, в первенстве ФНЛ. Естественно, футбольный мир такой, что мы волей, 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 все равно мы смотрим, ориентируемся на соперника, изучаем. Почему? Потому что все-таки нужно знать определенные сильные и слабые стороны соперника. Естественно, мы смотрим какие-то трансферные вещи, смотрим стиль игры команды, естественно, но не смотрим с позиции игры от соперника. То есть мы стараемся, и рады еще раз повторить, что рады, что мы все-таки играли с позиции силы. Для нас это большой успех, но спокойно посмотрим, что будет дальше все-таки дома игра. И если на выезде мы не знаем, как ребята адаптируются к этому режиму, мы не знаем, как ребята адаптируются к 3-м играм в неделю, к 2-м играм в неделю. Для нас это эксперимент положительный, который нам интересен. Будем адаптировать тренировочный процесс, потому что тренировочный процесс для нас очень важен. Здесь молодые ребята, которые еще учатся, совершенствуют свои навыки. Поэтому нам будем в текущем режиме, степ-бай-степ, потихоньку планировать и посмотрим, что это уйдет. Первый шаг мы сделали, считаю, что очень уверенный и очень такой обнадеживающий шаг. Вы знаете, когда исход матча не в твою пользу, и когда остается минимум времени, и когда ты рискуешь, какие-то делаешь перестановки, и видели, что мы центрального защитника направили в атаку, естественно, когда остается 20-30 секунд, это не было что-то наиграно. Все-таки там был момент фарта, везения. Мы рады, что нам повезло, и нас удача вознаградила этим голом. Поэтому мы извлечем некоторые определенные нюансы, которые все-таки негативны в этой игре. Главное, чтобы учиться в этой игре. Потому что для нас каждая игра – это как урок в школе все-таки. И наша главная задача – это дать футболистов первую команду, квалифицированных, которые могут конкурировать. Целая группа футболистов сегодня прошла подготовку в первой команде. То есть они недавно приехали, сейчас буквально неделю назад. Они полноценно влились, они прошли полноценный учебно-тренировочный сбор. И буквально тренируются у нас неделю, вернулись. Будут получать практику здесь, реализовывать себя. Тем более у нас сейчас очень прозрачная грань между первой и второй лигой. Первой командой, первым дивизионом, молодежной командой. Главный тренер выходить из академии. Мы здесь, и поэтому нам намного легче сейчас. Так что постараемся, увидим, что будет в конце сезона. 38 игр – это тяжело, посмотрим. Вы знаете, я думаю, что в России не найдется более гибкого обмена, чем наша ситуация с нашим клубом. Почему? Потому что у нас есть президент, который мотивирован, что у нас будут играть наши футболисты. Президент, который хочет играть в романтичный, красивый зритель в футбол, который приносит результат определенный. И поэтому это внедряется с малых лет, то есть с академии. Еще раз, самое интересное, что сегодня ребята играли 6-8 человек наших воспитанников, которые с 12 лет находятся с 13 в академии. И с каждой тренировкой, с каждой игрой вот эта философия внедряется в подкорку. Естественно, чем дальше, тем больше будет это. Поэтому им легко внедриться. У нас стиль игры одинаковый, принципы одинаковые. Естественно, конечно, больше обучающего процесса, потому что все-таки К2 находится под пирамидой академии. И в ближайшем будущем все-таки мы будем делать эту отдельную структуру, отдельную команду, потому что все-таки своя жизнь, свои реалии в ФНЛ, свой календарь, который не может быть обособлен здесь, в академии. Поэтому будем стараться дать больше футболисту первой команды. Это наша цель. Мы знаем, что Хабаровску понравилось быть в премьер-лиге, они хотят вернуться сюда. Это говорит об амбициях. Поэтому ждем серьезного соперника, очень серьезного. Думаем, что у нас будет шанс попробовать с соперником чуть-чуть выше класса. Хотя для нас все-таки нет разницы, с кем играть. Стараемся изучать соперника от недели к неделе. Больше, в принципе, нечего сказать. Почему? Потому что, ну, к Хабаровску будем готовиться уже завтра. Завтра у нас восстановительный день. Почему? Потому что очень короткий промежуток. Завтра у нас восстановительный день. Группа, которых у нас не приняла участие или мало приняла участие, у них отдельная нагрузка игровая. А группа, которая отыграла практически 75-90% игры, 100% игры, тогда они уже будут у нас отдельно восстановление. Благо у нас база на это позволяет. Есть понимание, у нас административный штаб, все это решает самолеты. Это не чартеры, да? Нет, не чартеры. Все у нас обычный режим команды ФНЛ. Обычные рейсовые самолеты, где-то автобусы, где ближе расстояние. Так что вот такой у нас ход действия. Впечатление хорошее, надеюсь, от дебюта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.